Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Разворот» в студии Оксана Антоненко. Добрый день, и Вадим Родионов. Помогает нам звукорежиссер Евгений Копеин. Телефоны прямого эфира 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Пожалуйста, не стесняйтесь и активно ими пользуйтесь. Также пользуйтесь нашим видеочатом на портале mixnews.lv. А в гостях у нас сегодня лидер Донецкого отделения Украинской партии «Свобода» Артур Шевцов. Здравствуйте. Добрый день. Давайте, может быть, начнем с того, что стало поводом для приезда в Ригу. Для приезда в Ригу, скажем так, у меня были несколько поводов. С одной стороны, хотелось как-то немножечко отойти от всей той ситуации, которая творится у нас сейчас в регионе, творится в Украине. Хотелось как-то немножко поехать мир, что ли, посмотреть. Я в последний раз в Латвии был очень давно, еще в 1991 году. Плюс ситуация сложилась так, что у меня есть, скажем так, люди, с которыми нужно провести определенные встречи. То есть небольшая такая рабочая поездка. Поэтому я как-то такую небольшую свою рабочую поездку пытаюсь совместить с отдыхом. Но поскольку погода, скажем так, немножко подводит, то получается это... Ну, совмещает так, как получается. А не возникло ли проблем с выездом из родного региона? Нет, с выездом из родного региона проблем, к счастью, не возникло. В самом-то регионе я был, скажем так, довольно-таки давно. Последний раз я был в Донецке 2 мая. Но вы выходили в эфир нашей радиостанции? Да, я выходил в эфир вашей радиостанции, но я находился не на территории Донецкой области. Я выходил, когда был в Запорожской области и выходил, когда был в Киеве. А почему вы покинули родные места, скажем так? Понимаете, представим себе ситуацию, какой она была у нас в регионе, в Донецкой области в конце апреля, начале мая. Когда в Славянске, контроль над городом Славянском захватили какие-то вооруженные люди. Начали гулять такие всякие прузвища Стрелков, Бес, Абвер и так дальше. Когда начали похищать людей в том же Славянске, в Константиновке. С одной стороны, когда уже похищать людей, ну, уже кажется, что это где-то далеко. А когда похищают, уже начинают похищать людей, которых ты знаешь лично, похищают прямо в центре города, как это произошло с одним из лидеров Донецкой самообороны Евромайдана, прямо на крытом рынке. Это центр города со стрельбой посреди бела дня, похищают человека. И причем я в этот момент находился недалеко. Я не знал, что не там, но волей судьбы я находился где-то в метрах 300-400. Просто на другом конце улицы и слышал эту стрельбу. И когда со стрельбой похищают человека, ранили его, потом отвезли в захваченную сепаратистами Донецкую областную государство администрацию. Потом я узнаю, что вечером захватили еще одного активиста, по-моему, партии Батькивщина из Макеевки. А мы все же, как вы понимаете, все мы варимся в этом нашем политическом супе, в нашем регионе. И мы волей судьбы один другого знаем. То есть вы понимали, что можете стать следующим? Я прекрасно понимал, что следующим может быть кто угодно. Потому что к тому моменту, к вечеру 2 мая, уже двое активистов нашей партии в Донецкой области были в плену. Вечером 29 апреля в плен было взято доверенное лицо кандидата в президенты Эльга Тегныбока из города Константиновки. А в ночь на 1 мая захватили главу Константиновской городской организации, тоже партии Свобода. А я по партийной линии, я глава Донецкой городской организации и заместитель областной организации по общим вопросам. То есть я прекрасно понимал, что на самом деле, если у них такая цель, что захватывать представителей партии Свобода в Донецкой, то я просто тоже понимал, что следующим может оказаться любой из нас. На ваш взгляд, как вы видите, что делает украинская армия и нацгвардия в Донбассе сейчас? В данный момент, если учесть, что срок 10-дневного перемирия истек, и если учесть, что за время этого перемирия противоборствующая сторона, несмотря на объявление моратория с украинской стороны на боевые действия, и предложения, не единичные предложения, сложить оружие и сесть за стол переговоров, эти призывы были отклонены, сепаратисты более сотни раз нарушали действия перемирия. Хорошо, но я имею в виду, какие цели у украинской армии и нацгвардии сейчас на Донбассе? То есть что они там делают, вот в вашем понимании? Не знаю, освобождают регион, наводят порядок. Наведение конституционного порядка, освобождение региона от людей, которые захватили контроль над частью этого региона. У вас, как человека политически активного и, насколько я понимаю, подходящего по каким-то демографическим данным, не было желания присоединиться? Ну, я вам скажу так, что довольно много и моих знакомых, и друзей, и активистов нашей партии сейчас находятся в разных батальонах национальной гвардии. Но вы сам, как глава городской организации Донецкой партии «Свобода», вот почему вы не там? Скажем так, я планирую присоединиться к национальной гвардии после, по самому возвращению в Украину. А почему я сейчас там, скажем так, я по этому поводу советовался с руководителями нашей партии, и они сказали, что пока что я могу быть полезен в той роли, в которой я сейчас. Хорошо, по поводу рабочей части вашего визита в Ригу, с кем какие встречи проводили, если не секрет? Ну, в принципе, это не секрет. Я проводил встречи с представителями, скажем так, украинской диаспоры в Латвии. То есть, с Конгрессом украинцев, да? Да, и в том числе. Все? В данный момент, да. Планируетесь ли встретиться с какими-нибудь латвийскими политиками? Мы знаем, что есть в Латвии политики, которые, возможно, разделяют плюс-минус ту же идеологию, что и вы. Я понял, о каких политиках идет речь. Лично у меня с ними связей нет. Но если, скажем так, наши украинцы, которые живут в Латвии и занимают активную общественную позицию, если они как-то посчитают нужным и видят пользу, встретятся с латвийскими политиками любого, любой идеологии, любой направленности, почему бы и нет? Если это может пойти на пользу нашему украинскому и их нему латышскому делу, то почему нет? Как, на Ваш взгляд, украинцы, которые живут в Латвии, могут помочь Донбассу сегодня? Ну, все зависит, конечно, от конкретного человека. Если человек этот патриот Украины и хочет бороться за свободу Украины, то тут он может, ну говоря, от самого такого крайнего варианта, да, это может записаться, поехать в Украину и записаться добровольцем в батальон. Это уже такой крайний вариант, да. Ну, либо еще могут помочь любыми путями, любыми средствами, которые они могут оказать. Но Вы обсуждали какие-то конкретные шаги? По этому поводу мы еще, этот вопрос мы еще не поднимали. Вот, я думаю, что мы его обсудим. Вот, но все будет зависеть от ситуации в Украине и от возможностей украинской диаспоры, которая находится в Латвии. 6-7-2-12-93-9 и 6-7-2-13-93-9, телефоны прямого эфира, звоните, присоединяйтесь. У нас в гостях лидер Донецкого отделения украинской партии «Свобода» Артур Шевцов. Также пишите нам в видеочате на портале mixnews.lv. На Ваш взгляд, кого сейчас поддерживают рядовые жители Донецка? Донецка, Донецкой области? Значит, в своем большинстве, в своем большинстве населения, я считаю, что все-таки поддерживают Украину. Конечно, есть… Украину – это какую Украину? Ну, Вы имеете в виду правительство? Я имею в виду единую Украину. Да, в Донецкой области, в Донецкой и Луганской области, на Донбассе, действительно, есть много людей, которые по тем или иным причинам не поддерживали Евромайдан, не поддерживают, например, подписание ассоциации с Европейским Союзом или еще какую-то политику, которую проводит украинское правительство. Можно не соглашаться с правительством, но когда вопрос заходит о целостности страны, то тут же начинают работать немножко другие приоритеты. Мы можем не соглашаться с политикой государства, мы можем не соглашаться с лидерами, мы можем не соглашаться с политическими партиями, которые находятся в парламенте и так дальше, и так дальше. Это уже внутренние вопросы государства. Но когда вопрос идет о сохранении единства этого государства, когда вопрос идет о том, что это государство подвергается угрозе извне, то тут уже работают совершенно другие приоритеты. И здесь уже люди, неважно где они живут, на востоке Украины, на юге, в центре, на западе, они уже начинают объединяться, они уже начинают меньше обращать внимания или вообще не обращать внимания на те какие-то внутренние политические разногласия, которые у них были на протяжении этого времени. И они начнут объединяться на фоне того, что их объединяет. Объединяет их то, что они жители одной страны, то, что у них одно будущее, их объединяют их дети, которым жить в этой стране. И за это все и борются. И за это борются добровольцы, которые записались в батальоны Украинской национальной гвардии, чтобы защитить единство страны и защитить будущее всех жителей нашего государства. В Донецке много добровольцев, которые сейчас в нацгвардии? Из Донецка? Из Донецка, да. Я не знаю точного количества, но насколько я знаю, много. Но принято считать, что Донецк довольно русский город или русскоговорящий город и, в общем-то, принято, опять же, считать, что Донбасс тяготеет к России. Как-то политически, социально, опять же, экономически. Не согласны с этим? Соглашусь частично. То, что Донбасс принято считать русскоязычным регионом, ну это да. Да, Донбасс можно назвать русскоязычным регионом, но опять же, смотря где. Если мы берем урбанизированные территории, если мы берем большие города, то там, да, там ввиду определенных исторических процессов сложилось так, что население говорит больше на русском языке. Если же мы выйдем в районные центры, в сельские центры, то там мы уже увидим совершенно другую картину. Там мы уже можем попасть на территории, когда в селах люди 85% – это украиноязычные жители этих регионов. Поэтому говорить о том, что Донбасс полностью русскоязычный и он ориентирован на Россию, не приходится. К тому же, давайте вспомним результаты всеукраинского референдума о независимости в 1991 году. Донбасс, Донецкая область, Луганская область проголосовали 90% за независимость Украины. Это было сказано еще тогда. Теперь же, когда прошло 23 года с момента обретения независимости, когда выросло новое поколение, новое поколение украинцев, которые никогда не жили в оккупации, которые не знают, что… Они живут, да, они учились в украинских школах, они ходят по улице, они видят на улицах украинские сине-желтые флаги, у них украинские паспорта. И они не знают, что может быть по-другому, тогда вопрос, а патриотами какой же страны они еще могут быть, как не Украины? То есть, если население, если граждане Советского Союза, которые жили на территории Украины в 1991 году проголосовали в основном большинстве за независимость Украины, то почему ситуация могла измениться сейчас? Я думаю, что она никак не изменилась. На ваш взгляд, что стало причиной того, что в регионе так активно действуют ополченцы или сепаратисты, кто как называет этих людей, неважно. Вот все-таки почва-то была создана для того, чтобы это движение было достаточно сильным. И вот мы видим, что они, ну, если вот это складывается впечатление, что контролируют действительно и крупные города, и большое количество зданий и так далее. Вот на чем основана вот все-таки их сила, как считаете? Здесь, для того, чтобы понять всю эту ситуацию, нужно внимательно посмотреть на, в первую очередь, на ситуацию, которая была и развивалась в Украине и конкретно на Донбассе все эти 23 года независимости. Получить независимость – это, конечно, очень хорошо, но нужно еще построить экономику государства и создать социально ориентированную экономику. Донбасс – это промышленный регион, и большое количество, скажем так, промышленных предприятий, которые остались еще со времен Советского Союза, многие были закрыты, многие переориентировали как-то свое производство. Многие шахты, дотационные шахты, смысл которых правительство Украины не видело по тем или иным причинам, хорошо это или плохо, это уже отдельный вопрос, не видели смысла того, чтобы эти шахты работали, они действительно были закрыты. Многие поселки, маленькие города на территории Донецкой области, они, скажем так, шахты – это были градообразующие предприятия, то есть создавалось предприятие, создавалась шахта, и вокруг него уже расстраивался этот город. Когда эти предприятия закрывали, то многие города лишались, жители лишались источника доходов. То есть это социальная проблема, вы считаете? Это в первую очередь, это социальная проблема. Вообще, Донбасс, такой регион, и жители Донбасса – это такие люди, которые, скажем так, ну, они очень много ставят во голову угла, да, социальные какие-то моменты. Об этом поговорим сразу после новостей и рекламы. Артур Шевцов, глава Донецкого отделения Украинской партии «Свободы», гость разворота сегодня. Не переключайте, мы скоро вернемся. На Болткоме разворот. Ну, а мы продолжаем программу «Развороты». В эфире Оксана Антоненко. И Вадим Родионов. Звукорежиссер Евгений Копейн. В гостях у нас сегодня лидер Донецкого отделения партии «Свобода» Артур Шевцов. Еще раз здравствуйте. Еще раз здравствуйте. Телефоны прямого эфира 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните, а также пишите нам в видеочате на портале mixnews.lv. Ну, вот мы с вами обсудили вопрос, как вы до Риги добрались? Я так понимаю, что все-таки не без приключений, потому что хотели через Белоруссию, не получилось. Каким образом все-таки попали в страну? Да, я еще 8 июня хотел попасть сюда к вам в гости в Латвию. Выехал на автомобиле из Киева, ехал по Украине через Черниговскую область, хотел транзитом проехать через Беларусь. Но в Беларусь меня не впустили. То есть Украина выпустила, а Беларусь не впустила, как мне объяснила работница их таможни. Компьютер выдал обо мне информацию, что мне запрещен езд в Республику Беларусь. Она сказала, что она не знает этой причины, и компьютер выдает, что запрещено. Я, честно говоря, тоже не понимаю, почему мне запрещен езд в Беларусь, потому что в Беларуси я никогда не был, и чем я мог уже не угодить белорусскому руководству, тоже не знаю. Хотя, на самом деле, догадываюсь. Есть какие-то определенные догадки, но это... Но эти догадки, я так понимаю, связаны с вашей политической деятельностью. Я склоняюсь к этому. А по поводу вашей политической деятельности, вот насколько я читаю то, что написано о партии «Свобода», ну, то есть перевод школ на украинский язык, пропорциональное представительство украинцев в органах власти, то есть, ну, я так понимаю, в зависимости от пропорций в стране. Скажите, вот как это согласуется с тем, что вы говорили о Донбассе и Донецке, которые, в принципе, считаются такими русскоязычными местами? Вот на ваш взгляд, может ли Донбасс массово поддерживать политику вашей партии? Ну, перевести там школы на украинский язык и так далее? — Если это государственные школы, а у нас в Украине практически все школы государственные, у нас, я не знаю, как в Латвии, я слышал, что у вас есть какой-то определенный процент частных школ, то есть, которые там принадлежат или каким-то нацменьшинствам, они... — У нас есть государственные школы на нацменьшинствах, которые... — Есть даже так, да? — На русском языке третья школа. — У нас, кстати, на Донбассе сейчас такая ситуация, что у нас большинство государственных школ на Донбассе с русским языком обучения. Более того, когда президентом Украины был Виктор Ющенко, и определенный процент русскоязычных школ в основном, кстати, в сельской местности, которая является на Донбассе украиноязычной местностью, стали переводить на украинский язык обучения, то мы сталкивались с такими случаями, когда официально эта школа уже считается украиноязычной, а фактически, де-факто, она как была, так и продолжает оставаться русскоязычной школой. — Ну, то есть народ не хочет переводить и учиться на украинском языке. — Здесь дело, на самом деле, не в желании или нежелании народа. Здесь дело немножко в другом. Здесь дело в том, как ответственно относятся исполнительные органы власти, местные власти к своим задачам. То есть, например, я не знаю, как у вас в Латвии, но вот у нас, например, считается нормой, что если пришел какое-то распоряжение, например, из Киева, любого характера, не будем уточнить какого, то какой-то чиновник, например, мэр города или еще кто-нибудь, может громогласно заявить о том, что он с ним не согласен, но он его исполнять не будет, хотя по своим функциям он обязан его исполнять, и оно не исполняется. И его за это никто с должности не снимает. Хотя, наверное, должно, хотя, наверное, следовало бы. Потому что если он государственный чиновник, он представляет это государство, и он позволяет себе, как определенные некоторые наши политики, в том числе и из регионов, как-то, скажем так, неуважительно относиться и отзываться, причем публично, не просто где-то там в разговорах, где-то в застолье, да, а публично отзываться как-то негативно по отношению к украинскому государству, хотя он украинский чиновник, он представитель этого государства, как-то по отношению именно к государству, или к власти в государстве. Вот это важный момент. Ну, например, язык является каким-то элементом власти в государстве или нет? Я думаю, нет. А многие такие чиновники позволяют себе как-то неуважительно относиться, даже отзываться, даже об государственном украинском языке. Ну, как это проявляется? Он говорит о том, что я не хочу, чтобы в школах преподавали украинский язык, или я не хочу, чтобы в школах все обучение было на украинском языке. Вот что вы подразумеваете под словом неуважительное отношение? Ну, например, есть у нас некоторые такие политики, бывший секретарь Донецкого городского совета, это ныне народный депутат Украины Николай Левченко. Сейчас он весной возглавил Донецкую областную организацию партии регионов. Это тот самый человек, который близок к Ренату Ахметову. Говорят, что близок к Ренату Ахметову, другие говорят, что он близок к Губареву, или Губарев близок к нему. На самом деле, много разных. Народный губернатор Донбасса, я так уточню. Да, так называемый народный губернатор Донбасса. Он в свою бытность секретарем Донецкого городского совета, Донецкой городской рады, он позволил себе высказать слова о том, что он не считает украинский язык, как язык, на котором можно создавать какие-то серьезные вещи, что он не считает язык достоянием какой-то великой культуры, и что вообще он выступает за единый государственный русский язык в Украине. Хорошо, но я по-другому тогда вопрос поставлю. Допустим, вот партия Свобода получила полную власть в Донецке. Допустим, и на национальном уровне вы получили определенную свободу действий школы, переводится на украинский язык. Вот все сразу на Донбассе. Чиновники разговаривают с людьми исключительно на украинском языке. Какова реакция населения Донбасса, особенно русскоязычного? Ну, во-первых, все школы, естественно, никто переводить не будет, потому что мы прекрасно понимаем, что... Хорошо, большинство школ переводится на украинский язык. Ну и дальше по программе Партии Свобода. Будет переводиться такое количество школ, которое соответствует, опять же, проценту населения украинцев и неукраинцев, проживающих на этой территории. Хорошо, если на Донбассе будет реализовываться политика вашей партии, какова может быть реакция рядовых жителей? Это зависит все от того, как мы выстроим диалог с этими людьми, как мы объясним им необходимость таких шагов. Если же они будут в чем-то видеть, у людей будет свое видение, мы, естественно, их выслушаем и постараемся прийти к какому-то консенсусу. То есть ситуация, действительно, в Донбассе, которая складывалась в течение 70 лет пребывания нашей страны в Советском Союзе и с проводимой политикой русификации, естественно, что мы все прекрасно понимаем эту ситуацию. И мы прекрасно понимаем, что рядовые жители региона, они не виноваты в том, что их отцы и деды разговаривали на украинском языке, а они уже, ввиду определенных условий, стали русскоязычными. Например, как мои родители. Мой дед, родом из Донецка, разговаривал в детстве на украинском языке и до пятого класса учился в украиноязычной школе. А потом ее, естественно, никто никого не спрашивая, перевел на русский, на школу русского. Хорошо, вы говорите, что будете вести диалог с местными жителями, в том числе русскоязычными. На данный момент власти киевские ведут диалог с местными жителями, в том числе русскоязычными. И как этот диалог выглядит? Перемирие, которое было объявлено на востоке Украины, оно как раз и было... Украинская власть показывала, демонстрировала жест. Хорошо, перемирие это имеет отношение к военным действиям. Вот рядовые жители Донбасса, насколько я понимаю, в массе своей военных действиях все-таки не участвуют. Так вот, с ними власти киевские, каким образом ведут диалог? Все зависит от... Диалог должны вести представители власти в регионах. То есть у нас... Но на данный момент этот диалог каким-то образом ведется? Я же вам объясняю, что у нас в Украине есть органы на местах, в регионах, есть органы, которые избираются местными жителями. Это городские, районные советы и так дальше. А есть так называемые районные, областные, государственные администрации. Так вот, эта вертикаль, она как раз и представляет киевскую и президентскую вертикаль. Это люди, губернаторы, да, официально в Украине нет такой должности, есть глава государственной администрации, областей, районов, которые напрямую назначаются из Киева по распоряжению президента. И эти люди, вот эти люди, представляют президента и президентскую вертикаль в регионах. Хорошо, эти люди каким-то образом ведут диалог с местными жителями? Они должны его вести. Но они его ведут? Каким образом они его ведут? Это все зависит уже от конкретной территории. Зависит от того, в каком районе... Если в этом районе идут боевые действия, то это одна ситуация. Хорошо, в Донецке конкретно ведется... Если эта территория находится в Тулу, это другая ситуация. Да, в Донецке ведется такой диалог. Но пытаются власти или представители киевских властей как-то донести до жителей, что никакой катастрофы не случится, если власть перейдет, скажем так, к Киеву в полном объеме. Что ничего плохого не случится, если мы будем больше пользоваться украинским языком и так далее, и так далее. Подпишем там договор, допустим, с ЕС и вот будем двигаться в западном направлении. Вот кто-то как-то пытается объяснить преимущества западного пути развития местным жителям? Пытаются. Какой это дает эффект, это зависит от того, насколько удается и насколько правильно людям это объясняется. Чтобы опять же понять эту ситуацию, которая у нас сложилась, тут нужно немножечко такое отступление сделать. Опять же, сделаем отсылку к тому, что на Донбассе было в течение 23 лет. Вся пресса, СМИ в Украине и на Донбассе, они очень регионализированы. Что это означает? Это означает то, что популярностью среди местного населения, например, информационные сайты какие-нибудь, пользуются не центральные украинские, как «Украинская правда» или еще какие-нибудь, а большой популярностью пользуются местные информационные сайты. И здесь уже зависит от… А у нас все эти информационные сайты и газеты и так дальше, они все частные. То есть, 99% – это частные. Естественно, что здесь зависит… Позиция этого СМИ зависит во многом от позиции главного редактора или владельца этого средства массовой информации. Пока на территории Донецкой и Луганской областей у нас безраздельно властвовала партия регионов, то многие из владельцев, из главных редакторов тем или иным образом находились под влиянием партии регионов или были членами партии регионов, или, скажем так, или объяснили, что им нужно. То есть, если я вас правильно понимаю, то налаживать диалог с местными жителями, киевским властям или представителям киевских властей мешают местные журналисты или их политическая позиция? Мешают не местные журналисты, на самом деле. Местные журналисты, кстати, в своем большинстве, очень, не знаю, как в большинстве, но очень многие из тех, которых я, например, знаю, Донецке особенно, конкретно из города Донецка, сейчас находятся в городе Киеве или в других регионах. Хорошо, но а что же мешает-то? В двух словах, так чтобы мы завершили эту тему. В данный момент мешает, конечно, проведение боевых действий, потому что сейчас это основной приоритет. Для начала нужно навести порядок в собственном доме, а потом уже можно устраивать какой-то диалог, который будет внутренним. Когда на твоей территории находятся вооруженные люди извне и пытаться диктовать свои условия, то вначале нужно избавиться от них, а потом уже можно в своем доме пытаться найти общий язык. Хорошо, вопрос из видеочата. Сейчас разрушаются инфраструктуры Донецкой и Луганской областей. На какие деньги и чьими силами будете ее восстанавливать? В первую очередь, конечно, это все будет восстанавливаться за счет государства и за счет местных бюджетов. Если местные бюджеты не способны по тем или иным причинам профинансировать восстановление тех или иных объектов, то я думаю, что здесь будут вливания и дотации из Киева. Подождите, так ведь у Киева тоже денег нет? Насколько я понимаю, у МВФ просят? МВФ просит и МВФ занимает под определенные проценты. Но если Украина занимает МВФ, то это означает, что украинская казна абсолютно пуста. Украина занимает ровно столько, сколько Украине нужно. Украина не будет занимать столько денег, чтобы никогда не расплатиться. То есть считаете, что деньги на восстановление Донбасса найдутся, Донецкой и Луганской областей? Деньги на то, чтобы Донецкой и Луганской области вообще существовали все эти годы в независимой Украине, Украина всегда находила. А Донецкой и Луганской области, кстати, это всегда были дотационные регионы. Донецкая область все годы независимости Украины была дотационной на 5 миллиардов гривен. Все годы независимости Украины. Вся промышленность, я имею в виду шахты, все дотационные. Украинское государство от работы этих шахт не получает ни копейки. Но Киев всегда находил где-то деньги для того, чтобы шахты работали, и для того, чтобы шахтеры, работающие на этих шахтах, были трудоустроены и получали зарплаты. Артур Шевцов, глава Донецкого отделения Украинской партии «Свобода», гость сегодняшней программы «Разворот». У нас есть звонки, давайте начнем их принимать. Одевайте наушники 6212-93,9. Здравствуйте, вы, Сергей, говорите. Добрый день, я немножко хотел поддержать коллегу. Вы задали вопрос, кто из местных властей ведет какую-то работу с населением. Вы поймите же ситуацию. Донбасс – регион очень непростой. Я знаю, почему, потому что у меня там знакомые родственники живут. Я из первых рук эту информацию получаю. И там бывал, и знаю немножко эту кухню. Значит, Донбасс – это порядка 6 миллионов населения. Там через Полосица. Там действительно есть крупные, скажем так, места. Ну, Донецк, например, где в основном русскоязычное население представлено. Мариуполь, опять-таки, значит, это в большей степени украинская такая, ну, такой региончик. Так вот, смотрите, в марте, в апреле, когда начались там все вот эти активные события, значит, господа Тарута, Ахметов пытались каким-то образом решать эти вопросы с населением. Опять-таки, и в себя не обидев, и, значит, чтобы как-то успокоить народ. Но при наличии огромного числа, значит, вооруженных людей, которые, ну, я не знаю, если посмотреть, допустим, у нас вот по Риге аналогия, допустим, захватили бы бандиты весь Пурсенс, например. Весь Пурсенс, да. И начали бы, значит, качать здесь такие же права. Вот мы хотим там то-то, мы там это, значит, и так далее. Вот примерно то же самое, значит, происходит сейчас там. Ну, как вы представляете, реально говорить, значит, с населением, ну, назовем так, какую-то идеологическую работу, предположим, ну, я так это называю, да, когда тех людей, которые действительно хотят какого-то мирного решения этого вопроса, которые допускают, что да, действительно, значит, вот Порошенко, центральная власть в Киеве, значит, хочет каких-то активных шагов, когда всегда существует угроза того, что, значит, придут вооруженные люди и каким-то образом, значит, ну, отомстят, назовем так. Вот, допустим, там в Краматорском недавно был случай, что местным жителям надоел этот беспредел, значит, они, значит, прогнали, значит, сепаратистов с блокпостов, все, по домам, ребята, не мешайте жить. Так вечером того же дня пришли, отомстили, избили там мужчин и так далее, и так далее. Ну вот, понимаете, вот что за обстановка, как, насколько эффективна эта работа там происходит. И я полностью согласен с коллегой. Сначала нужно очистить регион вот от этой вот пакочки, я не побоюсь этого слова, и сильно говорить с меняемыми людьми спокойной обстановки. Да, понятно, там куча проблем есть. Да, есть проблемы с языком. Да, есть недоверие, допустим, к центральной власти, значит, у местного населения. Причем оно искусственно создано, значит, вот местные говорят, что да, вот мы тут кормим всю Украину. Ничего подобного. Спасибо. Давайте сразу еще один звонок примем. Да, очень коротко, пожалуйста, потому что времени практически не осталось. Сжато и конкретно говорить. Добрый день. Вы извините, пожалуйста, а когда во Львове происходили точно такие же события, нападали на воинские части, украли там эти ПЗРК, там, да, все прочее? Ведь что-то я не слышал, что бомбили Львов и окрестности, да? И еще одна вещь. Вот вы сказали, что в селах украинскоязычное население, Варваровка, Амбросиво, Степановка, там, все эти села вот сейчас, которые... Их же не Россия бомбит, их же не враг внешний бомбит. И самолеты, артиллерийские, грады, все прочее, их убивают центральные власти. Спасибо. Вот, кстати, о двойных стандартах очень часто приходится слышать о том, что действительно, вот, скажем так, начнем с Майдана. То, что было позволено активистам Майдана, не позволено, уже было, так складывается такое впечатление, тем, кто потом уже, назовем их сторонники антимайдана, которые в Донецке и так далее, потому что на Майдане захватывали здания, на Юго-Востоке захватывали здания. Вот, на ваш взгляд, нет ли вот этих пресловутых двойных стандартов? И опять же, если вспомнить, о чем говорил наш радиослушатель, во Львове-то не бомбили, когда захватывали воинские части? Кроме того, что есть что-то похожее, потому что там захватывали, там захватывали. Между всеми этими событиями, да, событиями в Украине в январе-феврале, когда захватывали и во Львове, и на Западной Украине, и не только там, и событиями, которые происходят сейчас на Донбассе, есть, на первый взгляд, это можно не заметить, но на самом деле очень большая разница. Вот в чем она заключается? Во время Евромайдана, когда Евромайдан перешел уже в свою горячую стадию, когда захватывали какие-то здания милиции во Львове и так дальше, протестующие тогда люди протестовали против режима в Украине, но они не призывали откалываться, они не провозглашали независимость Галичины, в Волыни или еще каких-то территориях. Но они тоже нарушали закон, тот закон, который существовал. Они тоже выступали тогда против власти. Призывы к свержению государственной власти – это тоже уголовное преступление. Вот тогда же это оправдали? А когда 30 ноября 2013 года на Майдане власти, используя спецподразделения «Беркут», разогнали под утро, в 4 утра, разогнали студентов, избили студентов, жестоко избивали студентов. Некоторые студенты несколько месяцев потом в больнице лежали. Хотя люди имели законное право выйти и высказать свою позицию относительно того, что не думают о подписании или не подписании ассоциации СИЭС. 30 ноября – это еще даже была не революция достоинства, это был просто Евромайдан. Это было 2,5 тысячи людей на Майдане в ноябре месяце. То есть это не было миллионное собрание, как это было до того. И тогда власти поступили с этим людям очень жестоко. И людей, кстати, на революцию достоинства, которая началась 1 декабря, уже вывело не подписание ассоциации с Европейским Союзом, а вывело то бесчинство, вывело нежелание жить в государстве, которое позволяет себе так поступать и своими гражданами. Но это оправдывает насилие, это оправдывает коктейли Молотова, камни, которые летели в Беркут и так далее. Вот это можно оправдать? Все-таки тогда мы можем все угодно найти красивое объяснение, но закон был нарушен, согласитесь, все-таки. Со стороны Майдана, со стороны активистов Майдана. Началось насилие, начались захваты зданий, начались коктейли Молотова и так далее, противостояние с органами власти и так далее. Когда к вам подходят и начинают вас бить, то что вы делаете? Вы отвечаете или вы начинаете говорить, давайте мы сядем... А кто-то предлагал подставить вторую щеку? Помните знаменитый принцип? Можно подставить и вторую щеку. Но подставив эту вторую щеку, ты мог бы сесть в тюрьму, в СИЗО, тебя могли бы засудить, а у нас во времена Януковича очень интересная была правоохранительная система и очень интересно суды были устроены. Это я даже знаю и, скажем так, на собственной шкуре. Поэтому тут я знаю, о чем говорю. Поэтому то, что ты вышел на улице протестовать против режима, это еще не означало, что ты мог так свободно вернуться домой и дальше жить. Поэтому здесь людей вывело нежелание жить в несвободной стране, жить по понятиям. Потому что когда президентом твоей страны является дважды судимый человек, который сидел в тюрьме, это уже не жизнь по каким-то законам, это жизнь по понятиям. Хорошо, к сожалению, нам пора заканчивать. Опять же, к сожалению, время нашей передачи подошло к концу, не успели зачитать много вопросов, принять много звонков. Буквально в двух словах попрошу ответить на последний вопрос. Все-таки протесты и призывы к автономии, отделения, то, что мы сейчас видим и слышим в Донецке и Луганске, это от кого, на ваш взгляд, исходит? От россиян, от местных жителей, от местных группировок? Что это такое? Буквально в двух словах. Призывы к автономии там не звучат, там конкретно звучат призывы к отделению. Да, от кого это? Я считаю, что эти призывы звучат от террористов, которые в своем большинстве, мы можем это видеть на примере и Краматорска, и Славянска, не являются местными жителями региона. Ну что ж, на этом мы сегодня закончим нашу программу. Спасибо нашему гостю. Артур Шевцов, глава Донецкого отделения Украинской партии «Свобода», был гостем программы «Разворот». Спасибо вам, всего доброго. И до свидания. До свидания.